Всем привет! У нас 9 утра, и мы едем сдавать анализы, потому что опять 39 было у нас с утра. Алиса была горячая, как чайник. Я сбивала и ножку, давала даже, чтобы упала температура. Идём, котёнок. Ну что, упала температура? Да, вы бы знали, как я не выспалась. Это какой-то ужас просто. Я боялась заснуть, потому что у Алисы ночью, в принципе, температура была 37,6. Я понимала, что такую сбивать не надо. Я боялась вот эти 39 проспать. И в итоге я таки проспала, проснулась, когда нам надо было на 8.40 к доктору. Я проснулась около 8, а у неё 39. И куда нам ехать, если она вся горячая, как чайник, надо же сбить сначала. А как же ты не сбивала? Ну, шпайну, рафин. На колодный желудок? Ну, а что было делать? Ну, так ты же ей желудок испортишь. Ну, мам, ну, блин. Ну, свечку бы поставила. Ну, я свечку ни разу не ставила. Я не знаю, какие действуют, какие не действуют. Есть у нас свечки. Ну, сдадим анализы, покушает. Костя в футболочке едет. Жара опять стоит. Это Луна выпускала сегодня? Выпускала. Я думала, Луна сбежала, напугали. Сейчас она дома. Напугали. На водичку, зайка. Я попросила Костю остановиться, потому что увидела одуванчики. Вчера Алиса мне говорит, мой любимый цветок одуванчик. Это так мило прозвучало. Мы с ней говорили про то, что есть красная книга, и не все цветы можно рвать. От сердца и почек дарю вам цветочек. Ваш любимый. Зайка, пристегнись, хорошо? Ты забыла? Да. Надо же, кстати, сама пристегиваться. Заснула, уронила голову. Я думала, Алисе уже не нужна такая повязка, знаете, вот то, чтобы голову держать в машине. Недавно попала, просто продают такую хорошую повязку, чтобы, когда ребенок в машине спит, голову держать. Ну, думаю, мы это уже переросли, нам это уже не надо. Когда-то очень актуально было, не могли найти, где купить. Мы уже почти доехали. Обещала не плакать, когда будем кровь сдавать. Сказала, что не боится. Раз посмотрим. О, пусть я машину тряханула, и Лисюшка перелегла с одуванчиком в руках. Его не воронила. Я сейчас вам расскажу мой утренний трэш. У Алисы ночью было 37,6. Это не та температура, которую нужно сбивать, поэтому я не стала ей ничего давать. Но я понимала, что может же в любой момент подняться 39. У нее так оно как-то непонятно. Может за час, за два часа может вот так вот произойти. И опять же, я боялась спать. Но организм не выдерживает не спать все время ночами. Я заснула. Просыпаюсь в 5 утра. У нас массированная ракетная атака. На Украину летит там что-то 50 ракет. Столько же дронов. Очень много. Еще темно было. Я Алисе меряю температуру. Сую градусник. Подержала минут 5. Минут за 5 обычно же добегает уже. Ну, если 38 с чем-то, 38 покажет. А потом уже с чем можно держать еще минут 7. Ну, это артутный градусник. Как по мне, он самый точный. И я минут через 5 вынимаю у него из-под мышки. Посмотреть же, нету ли там 39 уже. Смотрю, а на градуснике 42. Я как перепугалась. Я как подорвалась. Я не знаю, что делать. У меня такая паника возникла. Я понимаю, что надо... Что 42 это вообще смертельная температура. Надо срочно что-то какой-то укол сделать. Или что. Или скорую вызвать. Я бегу, включаю свет. При свете смотрю на градусник, а там 37,4. Я такая, с чего мне примерещились эти 42? Вот с чего. Начинаю ей мерить. У нее 37,4. Так и остается. Я опять засыпаю. Через 2 часа просыпаюсь. А она уже горячая, как чайник. Я сую ей опять градусник. И засыпаю. Представьте, заснула. Опять через час просыпаюсь. Уже в 8 утра было. Смотрю, 38,8. Я такая, блин. Ну, я же не могу с 38,8 ее к врачу повезти. Пришлось к врачу позже перезаписываться. Сбивать, ножку давать. Вот, чтобы быстрее сбилось. Ну, в общем, вот так вот. В общем, такие вот у меня ночи, понимаете? Ужас. Не, ну, лето, понимаете? Я не знаю, я все удивляюсь. Апрель месяц. Причем даже ближе к началу месяца, чем к концу. Лисюшка сонная. А мы так по-летнему. Идем, котеночек? Идем. Моя умничка. Ты перестала бояться. Молодец. Привет. Перестала, говорит, бояться кровь сдавать. Моя умничка. Ух ты, Алиска, глянь, тут можно заряжать телефон. Три разных кабеля. Машечка. А, там стопычик. Ты накладешься? Да. У вас не будет. Сказала тетя. Тетя очень хорошо берет. Я не боюсь. Да. Давай ручку. Давай ручку, держу. Заразный кулачок у меня есть. Снова. Все, не смотри. Ты же сказала, отвернешься. Молодец. Смелая такая. Я постараюсь не кокать. Конечно, не нужно. Ты же знаешь. Как комарик кольнет, и все. Не бойся. Тебе еще не колют, то тебе ищут венку. Еще очень сложно найти венки. Знаешь, ручки маленькие у тебя. Да. Поэтому сложно. Поэтому ты должна помогать, тихонечко сидеть. Да? Быть помощницей. Да, у лисюшки всегда венки сложно найти. Может, дайте еще купить? Я думаю, что подал же. Все такое очущие. Сейчас, дайчик, я вернусь себе? Хорошо. Мы с утра эту ножку пили, и нурофен пили. Ножку пили, наверное, хорошо даже, да? Мама. Ага. Давай. Да еще ж ничего не делают тебе. Ну, давай. Давай я тебе дам ручку, когда будут что-то делать уже. Хорошо? Вот это так, хорошо. Все-таки здесь будем, да? Угу. Ну, да. У нее венки сложно найти. Без запястья часто брали раньше. Ты на меня смотри, дочь. Зажимай кулачок крепко. На меня смотри, зайчик. Если будешь смотреть на меня, страшно не будет. Ну, кольнет себя и кольнет, и все. Если что, постарайся не больно. Да, ты просто расслабься и не зажимайся. Уж пока не лезь. Раз, два, три. Конечно, я тебе поглажу ручку. Молодец. Какая умница. Какая взрослая девочка у меня. Умничка. Молодец. Смелая какая. Прям пример. Да? Спасибо, зайка. Про кальцитонин царе активный и общий. Угу. Ну, про кальцитонин сами вырешили. Боу, сейчас же начнется. Надо антибиотик, не надо. Больно. Все уже, все, зайка. Все доброе? Угу. Ну, вот эти. Все. Умничка, какая умничка. Прямо мне? Все, тебе положен подарок. Держи пальчиком, прижимай крепко. Угу. Чтоб синячок не был, нужно крепко подержать. Я люблю пластырь и бинтики, товарищи. А, давай, я тебе куплю пластырь и бинтик. Хорошо. Ура! Прямо бинтик, на. Так, Алиса, коль с ним ты. Да. Шесть лет. Деловуха. Деловушка. Вообще молодец. Папе покажем. Вообще, папа Лисюша по-взрослому просто сдала кровь. Вообще, не заплакала, не слезинки. Это же довольная. Так она и довольная, что смелая. А, да, конечно, понюхала. Да, конечно, понюхай. Пока же не срывай. Понюхать хочется. Да на камушки можно наступить, там же не трава. Наступи на камушке. Воспитан ребенок, когда знает, что нельзя бегать по газонам. Вкусно? Ничем не пахнет? У тебя запахи не пропали? Да нет, ну мы знаем, что грипп мы же тест сделали. Что это не корона. Знаешь, какой дорогой из всех трех анализов? Про кальцитонин вот этот. Но он показывает с точностью 100% нужен ли антибиотик. Чтобы нам зря не назначили. Вот он почти 1000 гривен. А так бы нам обошлось вообще. Гривен 300-400. Это тогда к врачу лучше с анализами уже ехать. Не, пусть он ее послушает, горло глянет, понимаешь? Он же в легких услышит. А если что, потом я ему просто пришлю анализы по почте. Я только сейчас сообразила, что уже зеленые деревья. Вот мы едем, и каштаны реально зеленые. Буквально за несколько дней это все вот так расцвело. Позеленилась. И прям уже настроение хорошее от этого. Да, ты видишь, как деревья позеленили? Да. Вообще самая хорошая погода. Не жара сильная. Да. Кстати, надо срочно разбирать чердак и кладовку. Потому что когда будет все время вот так жарко, туда будет не зайти. Там будет просто очень сильно жарко. Я все ждала, пока там холодно внутри не будет. Дождалась, что жара резко началась. То есть заезжать за булочку или нет? Ну, если Алиска не хочет, то я не знаю зачем. Если захочешь, посажу. Запеканку дадим. У нас с собой есть запеканка. Булочки пользы никакой нет. Лучше ей с курицей что-то дома дать. Мы сейчас в зоомагазин, потому что наши коты уже слопали весь наш корм. Чтобы купить им еще мешок, а до зарплаты нужен еще мешок, то это надо сколько? Тысячи три? Да? Мы сейчас купим небольшой пока что. Ну, или два небольших. Не мешком. А вот. А потом уже. Будем думать, как купить мешок. Все равно придется. Да, еще же беременным нужно отдельно. У нас полу три мешка ухода. Вот тоже я лисюшке говорю. Лисюш, ты же должна понимать, что мы просто не прокормим котов, если будем еще котят себе оставлять. Нам нельзя никого оставлять. Говорю, мы не сможем тебе ни посылочки покупать, ничего. Мы будем только еду кошкам покупать. И направлять. Да. Подъезжаем за кормом. Там еще Проша надо купить. Катя прислала фотографию, что Проша купить. Ну, я думаю, красный его тот же корм. Мы всегда его покупали. Красный. Ну да, экзотик. Попугайники. Да вот, экзотик фрут. Смотри. Зеленый попугай, как аду. Точно такой. А, ну да. Ох и Костя. Так, ну что, для мам, для беременной мамки, для Проши и для остальных пока что. На два дня, я думаю, хватит. Какой здесь сделали домик. Алиса меня просила принести игрушку для Симбы. Вот такая рыбка зеленая. Подойдет? Да. Да? И шарик такой с перышками. Ну, перышки я не очень приветствую, но если мы будем следить, чтобы они их не съели, то все будет нормально. Ага. Пристегивайся, зайка. Потому что коты могут съесть перья, а это плохо. Да. Бабушка, пристегнешь меня? Приеду, привезу котам подарки. Да, они обрадуются. И тебе сейчас заедем за подарком. Сейчас заедем в аптеку. У меня уже закончились лекарства от перебоев. И хочу купить Наде хоть пластиночку. Ее лекарства у нее тоже закончилось. Сейчас подскочило давление сегодня, а нечему сбить. Она конкретное лекарство пьет от давления, которое у нее закончилось. Я спросила название. И сейчас тоже сделаю ей сюрприз. Короче, сюрприза не получилось. Пришлось звонить Наде и спрашивать, какой она пьет дозировку. Причем в аптеке мне сказали, что скорее всего на самую маленькую пьет. А когда я узнала дозировку, это десятка какая-то, аптекарь говорит, что это большая дозировка. Она удивилась, говорит, ничего себе. И я лисюшке еще вот такие шипучие витаминки взяла с витамином С, Д и цинком. Одну в день пьешь, будет кидать в водичку, будет наблюдать, как она шипит. Думаю, ей понравится. Витамин Д у нее в принципе ничего уровень. Ну как ничего, все равно низковатый. Двадцать шесть, а должен быть хотя бы шестьдесят там, да, у людей. Вот, но ей все равно витамин С, вот и цинк сейчас важнее, я так думаю. Так, все важно. Пошла я на почту, возьму лисенку подарочек и все, едем домой. Да, а леденец вот этот, это тоже из аптеки, тоже с витаминками. А где ж твой телефон-то? Как же без него меня дождаться? Что ты его нашла? Я Наде звонила, дозировку узнаю. Ужас. Лисюшка, на подарочек. Дома, дома посмотришь. За то, что ты такая смелая была и просто так. Потому что я тебя люблю. Вот там бабушка шуршит. Бабушка, покажи, что я купила, а то я забыла. Я там с рук у людей купила овощи. Это зеленый лук, укропчик, помидорки, огурчики. Именно с рук купила. Вот насмотрелась на один влог, думаю, что я все в магазине покупаю. И яблочки купила. И сделаем салатик дома. Спасибо, бабушка. Хорошо. И тебе спасибо. За что? За овощи? Я себе тоже. Да, Катя, что ты так мало взяла? Я же сказала, бери половинку себе. Да, мать. Ну что я у вас половину? У вас много. А, ну в принципе, да. Что-то я не подумала. Я дверь не закрыла. Мы сейчас едем за Катей. Ей на 13.00 гематологу. Ну, вроде анализ крови стал выравниваться. Тромбоциты повышаются. Они уже намного повысились. Я думаю, что они вообще придут в норму. Но все равно врач сказала, лучше проконсультироваться. Ну, раз сказала, мы сходим. Как сказала семейная, так и сделаем. Ну, вообще, послушные. Что говорит семейный врач, мы делаем. И я, в принципе, придерживаюсь мнения, что надо лечиться именно так, как говорит семейный врач. Раз уже это придумали, да, что у каждого свой семейный доктор, то надо не бегать там по другим врачам, а именно слушать семейного. Но в случаях, как вот с Алисой, когда семейному не дозвонишься, не допишешься, да. Не, я понимаю, первый день был воскресенье. Он был занят, он был на рыбалке, он где-то далеко. У человека должна быть личная жизнь. Даже если он доктор, это нормально. Но когда на следующий день я не могла до вечера получить никакую информацию, что делать, то мне пришлось консультироваться с аптекарями, даже не с врачами, спрашивать, что при гриппе Б вообще люди пьют. Мне сказали, что вот это штамифлю, там, сказали, что ребёнку вот возьмите наподобие. То есть методом тыка, методом опрашивая других врачей, спрашивая совета у вообще чужого доктора по интернету в Киеве, потому что свой собственный семейный просто тебе два дня не отвечает. То это, конечно, неправильная система. При гриппе просто пьётся в первый же день, начинаешь это пить. И только тогда оно тебе может помочь. И то не факт. А вот, а если ты начинаешь пить уже там на третий день, то оно тебе вообще не поможет, ты только зря ещё химией наглотаешься. Вот, поэтому я так по поводу врача разнервничалась, потому что я знаю, что при гриппе надо быстро что-то предпринимать первые дни. А первые дни врач не отвечал, понимаете. И консультация в аптеке, ну это, конечно, совсем неправильно. Вот, сейчас мы приедем домой, мы должны успеть Алисе смерить температуру, потому что утром было 39, и мало ли, вдруг она опять поднялась. И сразу к врачу. Нас записали на 12.30, мы по записи к нему. Это бесплатно, потому что это врач семейный. Ну и как бы он должен смотреть, слушать всё это. Пускай послушает лёгкий, посмотрит горлышко. Мы вернулись. Лисюшка несёт и свой подарок, и для кошечек. Костя несёт корма, а я бегу к Наде. Мне сейчас надо бегом, потому что мы опять будем ехать к доктору. Костя пообещал померить. Надюша, на окошке. Иду. Я не знаю, там десятка тоже разная была, меньше и больше дозировок. Привет. Привет. Спасибо. Подивись, я взяла меньшую. Меньшую дозировку, типа, да? Ну, десятка, а дальше 2,5, а было там ещё что-то 5, типа. Да, какую пьёшь? Я брала 5, ну, это такую, да. Ты самую большую, что ли, брала? Следующая, самая огромная. Да, серая такая. Тут серая была полоса. Ты самую огромную дозировку пьёшь? Ну, пила. Это врач назначил? Нет. Боже, она говорит, тебе вообще самую маленькую надо пить, потому что он накопительного действия. Он крови накапливается и потом действует. Они вот такие. Чудо, я думала, ей доктор назначил. Не, нормально, вот это как раз то, что надо. Алиса, привет! Алис, ты куда? Ты что, в белой одежде? Мы же к доктору поедем. Ну, мне ничего страшного. Зайника. Что без настроения? Я без настроения. Настроение? Она у нас герой. Она так сдала кровь. О, Луна вышла. Да? Так сдала кровь, Надя, что даже не заплакала. Да, уже можно там отцеплять, наверное. Посмотришь на видео потом, вообще не заплакала ни разу. Молодец. Ты молодец. Побежали мерить температуру, пойдем. Ну, не похоже, что у нее. Вроде бы нормально она, да? Ну, сбилась. Я же сбивала. Но уже она так не поднимается часто, как раньше. Каждые два часа, три часа. Не за что. Пошлай. Луночка. Мы тоже побежали бы. У нас 12-30, доктор. Все, хорошо. Если к нему опоздаешь, ты же сама понимаешь. Да, да. Это такой доктор. Да, да. Да, надо вовремя. Идем, Лисонька. Я думала, тебе папа уже меряет температуру, а ты за мамой побежала. Я с тобой посмотреть хочу. Посмотреть, куда я пошла. Хочешь с тобой пойти. Так, пока ждем Катю в машине. Сейчас Алиса посмотрит свой подарочек. Свою посылочку. Ого, упаковали. Там еще придется отрезать. Это похоже по еду. Сейчас, пойдем. Давай папу вытащи. Нет. Я сама. Ну давай бабушка вытащи. У нее сил больше. Хорошо. Прекольная носителька. Поэтому спасибо, мама. Пожалуйста. Смотри, какая лягуха. Там у нее язык вытаскивается. И на язык липнут мушки всякие. Она ж язык вытаскивает и ловит мух, мошек. На болоте лягушка. И так питается. И ты ей тут можешь длинный язык сделать. И на него налепить мушек всяких. Прикольно. Вот такая лягуха пришла Алисе. Лягушка, лакушка. Лакушка, лакушка. Давай пристегивайся. Вот это рот открывает. Гри, бабушка. Лягушка, лакушка. Нравится? Да. Да, я переживала, что много пластилина. Надо, чтобы язык ей сделать. А лягушка такая маленькая, что пластилина много ей не надо на язык. Едем мы от врачей. Там я, конечно, не ходила с камерой. Но сейчас вам расскажу, что сказали. Алисин доктор сказал, горло вообще нет вопросов. Нормальное абсолютно. Но оно у нее и не болело, кстати. В легких, говорит, жесткое дыхание. Я бы сказала, говорит, предхрипы. То есть хрипов еще нету, но он так полагает, что они появятся. Хотя сильного кашля у него сейчас тоже нет. Но дышит она как-то так, да. Жесткое дыхание, возможно. Сказал, что был у него пациент, который с температурой 39,5-9 дней ходил. Все анализы крови были идеальны. Но сказал, ждем анализ крови, посмотрим, дальше решим. Мы сдали прокальцитонил. Сами так решили. Это довольно дорогой анализ, но он информативный на 100%. То есть ты его сдаешь, и ты точно знаешь, нужен антибиотик или нет. По нему хорошо видно, есть ли у тебя бактериальная инфекция или нет. Ну а с Катей сходили к гематологу. Тоже ничего плохого он не увидел. Лимфовые узлы, конечно, да, есть. Надо разбираться, что их может давать. Ну, какая-то инфекция. Но, скорее всего, это ее гайморит этот, который никак не вылечит. Скорее всего, из-за зуба. Я думаю, что когда проблему с зубом решат, то это все уйдет. Может, и лимфовые узлы уйдут. И вообще гематолог сказал, что у Кати хорошие тромбоциты. Вот по пересчету фолио ей там делали 168, что-то они были. Тогда как программа написала 88. Он сказал, такое бывает, когда берут кровь, долго ее транспортируют, и эти тромбоциты как-то между собой склеиваются, сворачиваются, и не видят точно их количество. Сама вот эта программа, которая это делает, она не видит. Когда вручную посчитали, то их гораздо больше было. Так что, ну, и они уже повышаются, она уже переболела, они уже повышаются. Все-таки они понижались реально из-за этого вируса, из-за гриппа. Так что ничего страшного, никаких там заболеваний крови у нее нет, слава богу. Он нормальный. Селезенка, кстати, у нее была увеличена на УЗИ. Сегодня она нормальная. Мы там зашли еще к УЗИ-сту вместе с гематологом. Гематолог пощупал и говорит, я не вижу, чтобы она была увеличена. Он говорит, я бы это прощупал руками. И мы зашли к другому УЗИ-сту, он посмотрел и говорит, да, на нормальных размерах. Так что я не знаю, что это было. Почему так забили тревогу врачи, когда это просто был вирус, и надо было просто переждать. Ну, на всякий случай мы сходили к гематологу. Мы что должны были сделать, что семейный врач сказал, мы сделали. Так что, слава богу, все у Кати хорошо, кроме той картины с зубом непонятной теперь. Что с ним делать, удалять его, который входит в гайморовую пазуху и вызывает гайморит. Ну, это трэш, конечно, тоже. Ветер. Ветер. Море. Так, а ну еще, я вам подказываю, что цей предмет, я вас думаю, это не море. Дуже схоже, але трешечки не море. Семен, ты как считаешь? Полишешь. Так, ты считаешь, что это пылосмог, добре. Я? Что это ветер? У нас сейчас урок логопедии. Первый раз у нас урок с логопедом в онлайн-школе. А у нас 39 температур. Что-то на ветер не похоже. Похоже, правда, на какой-то домашний прибор. Как будто дует какой-то домашний прибор. Пылесос? Так, добре. Наступный звук, увага. Двуха готова? Алло. Слушаем. Что за звук? Часы. Часы. А кто скажет украинскому, тому відправи сердечко. Годинничек. Годинник, так, дитя, потому что мы рахуем, что годы, 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 годы. Супер. Сто сердечек вам відправить. Упражнение под названием лопатка. Сидай, підъезжай до столу. Семен треба сись, вирівняйте спинку, у нашу, и ховаем. Знову витягнули, заховали. Так, а тепер навпаки. Наш язычок неширокий, а наш язычок має бути як голочка. Ми тягнемося до екрану. Голочка гостра. Вперед тягнеться, не вниз, Владик, в тебе вниз. Вперед, молодець. Кирилчику, піднімай язычок. До мене тягнеться, не вниз. Ви ж тебе бачите на екрані? Заховали. Відпочив язычок. Молодець, Лисюшка, даже с температурой занимается. Когда занятие с логопедом закончилось, я спросила, можно ли с ней поговорить. Она с удовольствием ответила. Я спросила два момента. Вот Алиса иногда говорит слово, например, для, и Л заменяет на Р. Говорит для. Но она сказала, что если вы не ставили звук Р, то это нормально, ничего страшного нету. И насчёт прикуса я спросила, что у неё передние зубки, они как бы вперёд, а задние назад. То она сказала, что надо реально дождаться, так же, как говорил ортодонт, надо реально дождаться смены зубов на постоянные и только потом ставить капу. А пока она дала рекомендацию делать упражнения интересные. Говорит, тянуться языком до носа. Постоянно язык вот так вот как бы вверх поднимая, делать упражнения. Например, брать вот так соломинку, языком её прижимать, чтобы она сломалась, эта соломинка. А ещё сказала, говорит, взять что-то, что Алиса любит, например, нутеллу. Вот так намазать на ложку. И языком слизывать вот так вот с ложки снизу вверх, как бы вот такими движениями. То есть это будет тоже челюсть как бы вверх тянуть, нижнюю. Постоянно нужно вот такие делать упражнения. Говорит, рекомендую вечером делать, не утром. Почему-то утром это не полезно для челюсти. Потому что, говорит, потом, когда вам будут ставить капу, что-то там про утро, я не поняла. Но она говорит, лучше это делать вечером. И привязать эти упражнения к чистке зубов. Говорит, буквально 3 минуты в день. Вот когда чистить зубы нужно как раз, чтобы не забывать их делать. Так что вот такие рекомендации. Всё-таки ортодонт правду говорил. Многие ставили в комментариях под сомнение слова ортодонта. Говорили, найдите другого, проконсультируйтесь с другим. Она сказала, да, возможно, кто-то вам и выпишет сейчас уже какую-то ночную капу, чтобы ночью именно. Но такую, которая будет исправлять челюсть, это только когда поменяются зубы на постоянный. И ничего страшного, кстати, в Алисином варианте вот этого искривления челюсти нет. Говорит, это самый простой из других случаев. Бывают гораздо сложнее. То есть мы с этим, по идее, когда выпишут что-то, легко справимся. Игрушка Алисина всем понравилась котикам. Просто балдеет. Тим, давай, прыжок. Прыжок, Тим. Мурлыкает. А Мурочка лежит. Ты же с таким брюхом не побегаешь, да? Я ее еще только что накормила этим кормом забеременный. Сейчас мы язык лягушки сделаем из пластилина с блестками. Лисюшка немножко порисовала. Вот температуру сбиваем ей легче. Видите, даже бегает с кошками. Как только 39 лежит пластом. Вот. Мне пишет кума моя, переживает, пишет. Лена, при гриппе лежать нужно, чтобы осложнений не было. Ну, это ж разве улежит она? И я говорю себе, Алисочка, надо лежать, надо лежать. Анализ крови пришел какой-то такой. Цириактивный белок 25 аж. Я послала нашему семейному доктору. Он, как всегда, не читает вечером. Если что, ему завтра утром позвоню. Прокальцитоним тоже повышен. Ну, это маркер воспаления. Тот дорогой, что мы сдали. Доктор сегодня, Лис уж слушал. Сказал, хрипов нет. А я не знаю. Ух ты. Какой красивый язык. Так, как ротковатый, да? Надо сделать побольше из этих сетушек. Давай. Надо ее поднять. Лягушек. Ого, влипла. Ого, это уже вообще язык. Кого она будет лопать? Выбирай. Блюдо. Какую букашку. Вот это. Бабочку съела. У лягушек липкий язык. И на него прилипают насекомые. Они их так язык выкидывают. И ловят. Смотри. Резко. Смотри, сколько. О, вот она объестся. Я подумаю, что язык большой. Закрутил. Как хамелеон. Сейчас съем все. У нас такие дружные коты. Только что легли. И так лапками к лапкам. Прямо. Вот скажите, как вы думаете. Это благодаря тому, что мы их много ласкаем? Гладим. То, что они такие добрые у нас. Ну просто, ну нереально ласковые коты. Очень такие доброжелательные. Вот то только Маня дерется вечно с кем-то. И то не со всеми. За Муркой ходит как привязанная, да? А с малышкой или с Манюней дерется. Маня боевая такая кошка. И Мурка, кстати, стала боевая. Вот как забеременела, тоже на малышку кидаться стала. Наверное, территорию свою разграничивает. Типа, я тут буду жить с котятами, а ты сюда не лезь. Или ко мне ревнует. Малышка же ко мне приходит в обнимку спать. Может, это ревность? Не знаю. Тиматька. Тимка. В общем, Костя чухает Тима. А я тут глажу Мурочку. Отодвинула от Тима, потому что он ей вот так вот от удовольствия, вот так вот когтями прям ей в нос. И у нас тут каждый своего котика сейчас. Пестить. Знаешь, что такое пестить? Это украинское слово? Это как ласкает. Малышка, давай температурку мерить, хорошо? Иди, зайка. Хорошо, молодец. Мой ручки. Мало пьет Алиска Костя. Я купила вам три бутылки. Да я знаю, но мы как-то мало ей даем. Забываем. А сама она не... Опять что-то будет. Док-дэй какую-то песню у нее любимая стала. Каждый день что-то новое в Алиске. Где-то все это выискивает. Какой балдежник. Прибалдел совсем. Балдежник. Разрушитель. Да, Тим разрушитель. Тим когда прыгает куда-то, он падает оттуда со всеми вещами. И так постоянно. Я говорю, что он за неуклюжий такой? Тим, ты сейчас упадешь. Вот у него тоже вот так вот он часто лежит и падает с кровати. У него нету какого-то чувства края нормального. Смотри, чуть не упал. Все, я тебя уже начухал. Он еще хочет. Хватит. Мурке так, наверное, удобнее спать. Наверное, дети меньше мешают, когда животом кверху. Не знаю, я так выкрутилась. Ти-ти-ти, малыши стукают. Маленькие. Малыши, привет. Мы вас ждем. Мы, конечно, не планировали, но раз уж вы получились, то мы вам рады. Мы с Лисюшкой тут химичим. Кинули таблеточку, которую сегодня ей купила. Витамин С, Д и цинк. И разводим. Да? А Лисюшка сыру захотела. Так приятно, когда ребенок что-то хочет есть. Когда во время болезни плохо кушает, то аж прям радуешься, когда что-то ест. Да? Кальций нужен для зубок. Сырье что, кальций? Да? Да. И кто это тут пришел? Тоже сыра хочешь? Снижуй-ка. О, там мокрый кашель опять появился. То есть кашель, то нет. Такая странная болезнь. Мне доктор написал с Киева, что говорит, у вас какой-то мутированный вирус гриппа B. Говорит, обычно грипп B дает 38,5 и не выше. 38, 38,5, то грипп A, он как бы сложнее проходит. А у вас, говорит, какой-то такой прям как будто мутант вирус. Я говорю, да, как будто бы с коронавирусом вместе смешался. И вот тут такое тяжелое течение болезни. Прям такой ядреный грипп. О, все, дошипела. Можешь пить, попробуй. Думаю, будет вкусно. Мурочка, тебе такое не надо. Нет. Не вкусно? Да. Оно получилось как лимонад, что ли, колючее? Да. Ну, дочь, а там витамин С, тебе нужно. Ну, пожалуйста. Зайчик. Ты витаминки купила, тебе нужны витаминки. Любят когда шипучки. Да. Нравятся они. Нет, дети маленькие часто не любят шипучее. Но потом подрастают и начинают любить. Наоборот, нравится, что оно колется. А Лисюшка у нас вообще газировку не пьет. Давайте. Ну, давай оно сейчас, может быть, колючим перестанет быть. Подождем чуть-чуть. Хорошо. Ну, все-таки выпей, пожалуйста. Потом. Ну, под мультик выпей. Потом оттуда витаминки улетят. Я быстро пусть чуть-чуть подожду. Ты сказала. Катя балует сестричку. Катя балует сестричку. Вчера блины ей сделала, сегодня бутерброды. Бутерброды. Ух ты, с курицей. Ну, супер. Там еще и сыр Катя добавила. Класс. Вот сестра у тебя золотая. Папа, дай мне сыра, пожалуйста. Еще сыра хочешь? Еще сыра хочешь? Да. Вот, тут сыр есть точно вот в этом. А в том, по-моему, только курица. А ну, попробуй с сыром, какой тебе вкуснее будет. Вот этот с сыром, да, вот этот. А тот у тебя с курицей. Попробуй. И тот, и тот вкуснее. Горячий очень, да? Ага. Надо подождать, пока остынет. Ну, только, чтобы тепленький был. Теплым вкуснее. Запивай витаминкой. Чуть-чуть. Хорошо. Так-чуть. Хорошо. Пристало колючиться. Ну, вот видишь. А нет. Приятного аппетита. Спасибо. Оздоравливай уже.